Парад в честь 96-летия Для многих наших зрителей, конечно, праздник начался еще накануне, 23 февраля. Этот день отметила и часть истонноязычных жителей страны, особенно те, кто следит за политическими событиями. Как и предсказывалось, речь премьер-министра Андруса Ансипа, произнесенная в воскресенье в Тарту, содержала признание грядущего ухода в отставку. Но на крыльце театра Эндла в Пярну на следующий день Ансип присутствовал еще в качестве главы правительства. Стоявший рядом с ним президент страны заявил впоследствии, что он готов начать консультации о формировании властной коалиции со всеми парламентскими фракциями, что вдохновило многих нынешних оппозиционеров и их единомышленников. Весьма вдохновенной оказалась и парадная речь командующего силами обороны Риха Терраса, который напомнил, что независимость Эстонии, даже сейчас, через 96 лет после провозглашения, не является само собой разумеющейся, а ее следует отстаивать и бороться за нее всеми силами. В том числе силами самообороны, которые по-прежнему базируются на массовом призыве и ополчении, а также на поддержке союзников по НАТО. Ведь, по мнению генерал-майора, угроза для отражения, которой был создан Альянс, никуда не исчезла. Благодаря хорошей погоде два американских истребителя F-15 совершили пролет над Пярнусской площадью. Хоть и с некоторым запозданием, как утверждается, летчикам пришлось совершить инспекционный вылет по опознанию российского разведывательного самолета, именно в эти часы баражировавшего над Балтикой, ничего, впрочем, не нарушая и находясь в нейтральном небе. Сам же парад уже давно из просто демонстрации вооружения и патриотизма превратился в тонкий инструмент настройки общественного мнения. В День независимости мы все стараемся продемонстрировать свои самые лучшие стороны. Сегодня лучшие люди республики награждаются наградами и премиями, а силы обороны, являясь частью общества со своей стороны, также показывают все, на что они способны. Когда в одном строю наши лучшие солдаты идут плечом к плечу с союзниками, становится понятно, что избранные нами цели верны, и мы будем продолжать держаться их. Возможность хоть каких-то политических перемен после почти десятилетия однообразия, дополненное зрелищем военного парада, наверняка вызвало подъем в сердцах многих жителей страны. Что заметно также и по количеству открытых обращений от различных общественных групп и деятелей, посыпавшихся на нас последние дни. Отличился в этом смысле и глава государства. По оценке некоторых наблюдателей, Томас Хендрик Кильвис в своей речи наконец преодолел ту интеллектуальную планку, столь высоко авансом заданную ему ожиданиями общественности. С восьмой попытки президент смог пройтись по грани популизма и нравоучительства и обратиться напрямую к каждому слушателю со вполне человечными призывами, попутно покритиковав нынешнюю систему власти. С другой стороны, многие были разочарованы тем, что Ильвис обошел вниманием готовящуюся отставку Ансипа и горячо обсуждаемую в обществе возможную рокировку с Симом Калласом. Впрочем, три кита успешного будущего страны и нации – здоровье, образование и безопасность – по мнению политологов, были выделены президентом довольно успешно и своевременно. И решением стратегических задач в этих областях, по мнению Ильвиса, заняться следует немедленно, при этом отрешившись от предвыборных страстей, которые, начавшись минувшей осенью, теперь будут терзать Эстонию ежегодно, вплоть до 2019 года. Если разменять эти годы на мелкую внутреннюю грызню, то можно серьезно навредить будущему. Впрочем, один из предложенных президентом рецептов о неизбежном повышении пенсионного возраста и даже его отмене неприятно поразил многих. Впрочем, одно можно утверждать точно – как бы ни складывалась политическая обстановка в стране, через четыре года во время празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики военный парад обещает быть еще более масштабным и массовым, поскольку, согласно всем политтехнологическим рецептам, подобное бряцание оружием и демонстрация поддержки со стороны союзников помогает настроить население на нужный лад, сформировав из чувства единения буфер терпения новых болезненных реформ, готовиться к которым нас все активнее призывают политики. Дмитрий Кукушкин, Рихо Пресс, Первый Балтийский канал.